Чтобы избежать мошенничества с льготными проездными, общественники предложили вообще их отменить. На заседании региональной общественной палаты обсудили ситуацию с надувательством в сфере перевозок. В январе выявили 34 тысячи обладателей льготных билетов, которые не имели права на приобретение таких проездных. Все объясняется просто. В Саратове четыре организации занимаются продажей билетов. И в каждую из них можно прийти с одним и тем же льготным удостоверением. По одному льготному документу, например, ветеран труда, можно прийти в четыре разные организации и купить четыре, на эту фамилию, четыре проездных билетов за 150 рублей. И отдать его своим знакомым, родственникам и так далее, для того, чтобы они ездили. Учесть это практически невозможно. Для решения этой проблемы глава общественной палаты Александр Ландо предложил отказаться от всех льготных билетов. Альтернатива уже есть. Пилотный проект по отмене проездных собираются запустить в Балаково. Там льготники взамен билетов будут получать наличными ту сумму, которая предоставляется на покупку проездных. Эта льготная категория граждан не приобретает проездной билет, а деньги в сумме 150 рублей, которые им выделяется государству на приобретение вот этого проездного билета, он с этими деньгами садится в автобус и оплачивает. Да, из расчета 150 рублей хватает на 20 поездок. Главный плюс такой инициативы, уверяют разработчики, в том, что льготники ничего не теряют. При этом проект не коснется ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников. Их будут возить по-прежнему бесплатно. Продолжение следует...